Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить комиссию, документы о том, что за последние пять лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за пятилетний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, семинарах, вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации СИРАНО и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во вне рабочее время. Циклы вебинаров выстроены по девяти темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16.00 начинается курс «Донтальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стоматовый. В 16.30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17.00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает выстроить вектор профессионального развития на ближайший пятилетний период. В 17.30 начинается курс «Актуальные вопросы на наунотологии». Его читают профессора наунотологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18.00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18.30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей Академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. В 19.00 курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии» читает профессор Ольга Дмитриевна Остраумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19.30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии детской хирургии. В 20.00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация «Серано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Дополнительное профессиональное образование Согласуется в так называемое непрерывное медицинское образование. Эта непрерывность вполне естественна для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями. Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами. И образовательные мероприятия, которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Ассоциация «Серано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Что меня подвинуло на сегодняшнее выступление? Поиски в интернете и обнаружения. В октябре 2018 года у Эльси на 25-й неделе беременности родились идентичные близнецы с массой 900 грамм и 700 грамм. В течение двух месяцев Дейнол, тот, который менее 700 грамм, находился в реанимации и был на искусственной вентиляции легких со 100% кислородом. Хотя диван, который 900 грамм, окреп и был выписан из больницы. А мать Ханна, имея еще трех детей, не могла находиться рядом с Дейнолом. Врачи посоветовали попрощаться с Дейнолом в связи с плохим прогнозом. Ханна и муж привезли Дилана. Для этого и положили его в инкубатор рядом. Ну вот видите, Дилан и Дейнал. Дилан обнял Дейнола и уже через пять минут потребность кислорода снизилась до 50%. Но после однеезда Дилана через день вернулась к 100%. И пришлось вновь привезти брата, который вновь обнял его и лежал с ним два дня. А Дейнола сняли с вентиляции. И мать Ханна говорит, он обнимал брата и спас ему жизнь. Счастьем было видеть это. И это научило нас тому, что их не нужно было разъединять. А вот они в год. Посмотрите, какие хорошие умные глаза. Хотя, видите, Дейнолу все-таки требуется дополнительная кислорода. Так что же это было? Влияние Дилана на физические параметры Дейлана очевидно. Но какое? И чем? Ну, немножко отмечемся. Эммануил Кант писал, «Две вещи наполняют нашу душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением. Чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них? Это звездное небо и нравственный закон во мне». Но возникают вопросы. Нравственный знаком – это непознанное или непознаваемое, трансцендентальное? Нравственный закон для человека или для всего живого? Цель жизни всего живого – поддержка жизни на земле. И возможно ли она без нравственного закона? Нравственный закон для человека определяется лишь конституцией и законами юридическими. А ведь юридические законы определяют лишь моральные законы, предложенные Фрейдом и признанной науке и термин бессознательное в нейрофизиологии. Непознаваемое или трансцендентальное? Ну, обычно ссылается Наталью Петровну Бехтереву, которая говорила, что это трансцендентальное, а сейчас вот на Черниговскую Тамару Владимировну. Религии за то, что нравственные, трансцендентальные законы существуют и определяются они тем или иным человеком, реальным, в христианстве Иисусом Христом, исламе – Мухаммедом, индуизме – Буддой или трансцендентным существом – Богом, который вне нашего мира находится и не подчинен физическим законам, которые вот сформулировали эти законы. Я бы хотел вам привести, наверное, в сегодняшнее время самого замечательного поэта. Это ирманах Роман Александра Матюшина. «Надменный разум», а он под надменным разумом имел в виду неверующих, «Надменный разум к истине стремится, сомнения не у меня и не вагрошь, и то, что не вмещается в границы, немедля отвергает якору ужь. Определение выше всяких истин, обратись, прещенные на сады, цена садам не бормотанья листьев, а дерева внетущие плоды, а он не внемлет, сам себе девица опять в мечтах куда-то унесло, и жалкий луч, пронзающий темницу, слепит его безумное тело. «Надменный разум к истине стремится, но без смирения он самоубийца». Вы смотрите, истина пишется с большой буквы, а с большой буквы пишется только Бог и всё, что относится к нему. Так считает священник ирманах Роман. И далее, видите, смирение. А вот смирение в неизведанном – это тормоз для развития науки. А в религии, в частности в христианстве, смирение необходимо. И отсутствие смирения – грех, эгоизм, гордыня. Ибо это я не признаю существования непознаваемого, трансцендентального. Опять-таки отвлечёмся. Фрейд писал, «Тайна человеческой души заключена в психических граммах детства». Докопайтесь до этих грамм, и излечение придёт. Правды это? Я считаю, что нет. Ибо даже если мы выявим ликвидировать их влияние на формирование морфофункциональное и последующую биоэлектрическую активность мозга, мы не можем, да и стрессорные воздействия в перинатальном периоде, раннем детстве, способствуют укрощению тавомер, за открытие которого дали недавно Нобелевскую премию, который во многом определяет качество и длительность жизни. Вот книга рождения и дистресс, риск болезни. Один из патогенетических механизмов. Вот, оказывается, глюкортикоиды матери стимулируют синтез кардиотропин-релизием гормона в плаценте и в некоторых областях мозга. Хроническое воздействие стресса способствует экспрессии кардиотропин-релизием гена в этих областях. Ну, видите, это происходит и в отдельных участках мозга. Повреждается миндалевидное тело и, конечно, это приводит к потенциально пожизненным последствиям. Предрасположенности к различным болезням индуцируют гиперреактивность, бессонницу, преувеличенную ответную реакцию на страх. Вот, посмотрите, группа женщин благоприятным течением беременности и с осложненным и неосложненным. Уровень вот этого гормона, кардиотропин-релизием гормона, видите, намного выше. А вот посмотрите, жуть какая! В цереброспинальной жидкости, в маках в 5 лет возраста, смотрите, намного выше уровень кардиотропин-релизием гормона, если беременность протекала с какими-то изменениями. Ну и, наконец, о взаимосвязи духа, души и тела. Прекрасная книга епископа Луки Валентина Феликса Севойна и Синецкого, где приведены и слова из Евангелия, что человек может быть душевный, но не духовный. То есть человек моральный, но бездуховный. Нет в нем духа Божьего. Опять-таки отвлечемся. Ну, все мы знаем нашего Данила Александровича Ранена. И вот в одной из его последних книг такое. Много лет меня занимает проблема памяти, самой ранней памяти, той запретной памяти, которую природа не позволяет человеку сохранить. Я, можно сказать, коллекционирую, у самых разнообразных людей выспрашиваю, что они помнят, с чего у них началось сознание. Один из таких ранних рассказов я получил от Лены Р. Однажды девочка, и она шла по деревне с мамой, вдруг увидела козу, испугалась, схватила мать за руку и потащила за собой обойти козу издалека. Что с тобой, спрашивала мать? Лена ничего не могла объяснить, была она девочкой отчаянной, и не боялась никогда ни быка, ни коров. Мать легла, мать стала вспоминать и вспомнила, что когда была беременной, Лена шла по улице, и на нее напала коза. Обеими руками мать защищала свой живот, с трудом отогнала козу, но испугалась. И вот выходит, через столько лет это отыгралось. Не знаю, можно ли это назвать памятью, а как по-другому определить не могу. Я видел по телевидению передачу с композитором Артемьевым, Эдуард Артемьев. Его спросили, когда он решил стать музыкантом. Он говорит, а мама была в филармонии со мною вместе, я б же вазя. И вдруг ей очень-то хотелось, чтобы я стал музыкантом, моей и ножкой дал, что согласен. И там Рубинштейн дирижировал каким-то произведением, ноты рассыпались, он лихо дирижил до конца. Оказывается, это произведение любила слушать мать, когда была беременной. Лев Николаевич Толстой вспоминал, что вначале было все темно, а потом его спеленали, ограничив возможность движения. И тогдашний протест против этого он сохранил на всю жизнь. Давайте не будем так пеленать и оставлять возможность наврожденным двигать ручками и ножками. Мой друг, один из лидеров своей специальности в России, говорил, что его при рождении беспокоил свет и до сих пор он резкий свет не переносит. А у него есть другая особенность. Он считает, что если он о ком-то плохо подумает, то человеку обязательно будет плохо, поэтому он старался ни о ком плохо не думать. И вот с лекции с этой, с выступлением выступал в Оренбурге и после моего сообщения ко мне подошла Ночмет и говорит, вы знаете, а я помню, что когда я родилась была молния. Ну, это, слушайте, а у вас какие-нибудь особенности есть? Еще. Она говорит, вы знаете, если я о ком-то плохо подумаю, то человеку будет плохо. И поэтому я каждый день перед тем, как прихожу в больницу, стою у храма и молюсь о том, чтобы не подумать о ком-то плохо. Полагают, что у плода есть часть нейронных пластов, нейронных сетей сознания, содержимое которых внутриутробное, раннее, нанотальное, а затем сознание ребенка, потом как бы забывается. Происходит приключение нейронных сетей, приходит без сознатия, допускает связь новорологических, психологических проблем взрослых с неблагополучиями перинатального периода, в том числе с депрессиями, психическими травмами и стрессами у матери во время беременности, приводящими к дистрессу у ребенка при рождении с последующими последствиями. Конечно, это лишь гипотеза, и огромную роль играет в формировании особенностей психики и сознания, умственных способностей человека, играет воспитание в первые месяцы и годы жизни. А вот что же о перинатальном? Молдайте, вспомню слова Иисуса Христа. Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одном, а если умрет, принесет много плода. Не так ли с перинатальными чувствами? Нижне напомните притчу Христа о сеятеле в зернах, падших на дорогу в каменистую почву, термии и почву добрую. Взрасти и дать хорошие плоды может дать только зерно, упавшее в добрую почву. Но ведь и без зерна нет растений. Зерно рациональной психики человека, душа, дух, нравственные законы, вложенные Господом или, по мнению неверующих, это единое информационное поле, но сфера, категорический императив, к которым человек подключается, но которых, как и Бога, никто не видел и никто не обнаружил. Согласно православию Господь вкладывает душу и нравственный дух, душу, а это как раз нравственные законы, еще внутриутробно, и значит, условия внутриутробных жизней могут способствовать или нет усвоению при дистрессе. В Евангелии Атана читаем заповедь Иисуса Христа. Заповедь новую даю я вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга, потому узнают, что все вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. А вот Валентин Сергей Алексеевич воин Русиенецкий в одной из своих проповедей говорил, главная именно любовь, ни вера, ни догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни пост, ни длинные моления не составляют истинного облика христианина. Все теряет силу, если не будет основного любви к человеку. А вот определение любви из учебника «Детские болезни». Любовь чувственная и душевное осознание гармонии и красоты индивидуальной неповторимости, воплощенности божественного начала и осмысленности в другом живом существе в сочетании с ощущением единства мира, в котором все взаимосвязано, требуют взаимопонимания, поддержки, помощи, любви каждого из нас. Ребенок нуждается не только в любви матери, но и любви мира, в том числе и нашей медработников любви. Никто не совершенен любви, все мы виноваты в любви. И самая главная проблема современного мира – дефицит любви, ибо парадигма философии современного общества – уважение права человека получать, а не отдавать. А ведь любовь – это энергетическая отдача, и не только энергетическая, это еще и труд. полагая, что выдающиеся люди не значит официально признанные выдающимися, это те, которых любили и учили любить в перинатальном периоде раннем детстве. прежде всего матери закрепляя, формируя вложенную Господом душу с духом и допуская, что именно об этом стихе Амара Хаяма то, что Бог нам однажды отмерил, друзья, увеличить нельзя и уменьшить нельзя. Только женщина может, коли это захочет, увеличить нам то, что уменьшить нельзя. Ну, правда, я бы в переводе изменил, коли это захочет, на коли это сумеет. При этом считая, что сумеет лишь мать сознательно или бессознательно верующая. Что значит бессознательно? Следующая проповедем Христа и главной необходимости любить. Учить любить можно лишь собственным примером, ибо ребенок, как и животное, впитывает и повторяет поведение родителей. А человеку действовать постоянно с одинаковой любовью ко вся и всем практически нереально. И любви, как ее проявлять? Человек учится всю жизнь, что поддерживается Духом Господнем или по мнению неверующих единым информационным полем, но сферой, категорическим императивом. Так к чем же Дилан помог Дайнову? Любовью, вложенной ему Господом, Духом Святым, нравственностью. Игорь Михайлович Францов в своей актовой речи говорил, вера и научная дисциплина ни в коем мире не исключает друг друга. Духовный, христианский или православный базис выступает здесь прежде всего в укреплении в добре и совести для целителя, в укреплении в надежде на исцеление самого больного и в укреплении в надежде семьи, в выполнении долга добра врачевания для педиатра христианина должно быть освещено светом и разумом большой науки, трудом по ее постижению, опытом по ее приложению к больному. Надо, чтобы правильные такие выражения веры, как на все Божья воля, Бог дал, Бог взял, для врача всегда остались такими словами, которые он скажет после слов. «Видит Бог, я действительно сделал все, что мог». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok